Глядя на все происходящее, становится смешно, что когда-то у нас в стране завидовали Западу. Если вспомнить происходившее лет 20 назад событие, то можно припомнить многое. Сейчас же Россия превратилась в ту идеальную Европу прошлого, о которой многие мечтали. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Россия всегда жила лучше Европы, если только не находилась в состоянии хаоса и анархии, смены властей и социально-экономических моделей. Но подобные перемены всегда происходят болезненно, и в такие моменты соседи частенько вырываются вперед, и чаще всего временно, пока у нас дела не утрясутся. Конец 20 века, начало 21 века не стал исключением. После хаоса и анархии 90-х годов Москва восстановила свой потенциал и пришла забирать свое. Теперь кому-то не весело. А вот не весело канцлеру Германии Олафу Шольцу, который подвергается критике со всех сторон, опять и снова. Кроме того, что у него там фермеры бастуют, и страна находится едва ли не на пороге гражданской войны, как говорят некоторые политологи, у коалиции Шольца проблемы с возмущенными зелеными. Граждане и экологи недовольны тем, что у Олафа немецкого сбился компас. Если цитировать отсутствие компас-ценностей, если вы подумали о том, что зеленые беспокоятся о немецких пенсионерах, детях или беременных женщинах, то спешу вас обрадовать. На такую мелочь там не тратятся. Все дело в истребителях. Немецкий канцлер согласился продать их Саудовской Аравии. Считается, что таким образом ФРГ пытается поощрить Риад к нормализации отношений с Тель-Авивом. Не факт, конечно, что поможет, но самолеты Сауди-то купить-то купят. Зеленых-то уже продавили на это, отчего те не в восторге. Тем более, что чудесному граду сияющему демократии Олаф Шольц передавать летающего быка совсем не хочет. А вы думали, из-за чего у канцлера прицел сбился? Из-за детей, что ли? Нет, конечно. Игрушку оставили без игрушек, а защитники экологии недовольны. Какой-то сюр? Нет, реальность Европы. Пора бы уже привыкнуть, но к такому привыкать сложно. Особенно, когда все сопровождается стонами о том, что Путин готов покончить с Западом в его нынешнем виде. И нужно срочно что-то предпринять или демократии конец. Свобода будет уничтожена, везде воцарится Владимир Владимирович. Как бороться с Кремлем? Да очень просто. Срочно нужно реиндустриализироваться и перевооружиться. Все. И Путин повержен. Осталось дело за малым. Сделать это. Но это, как говорится, не мешки ворочать. Для этого нужно обладать навыками, как у птицы говоруна, умом и сообразительностью. Впрочем, если бы данные навыки присутствовали изначально, то, уходя в постиндустриальную экономику, там бы не разрушили индустриальную. Мы же не разрушали сельское хозяйство, когда перешли от феодализма к капитализму. Нет. Так почему сейчас нужно было избавляться от заводов? То-то и оно. Счастью для Запада и его альянсов. А Россия не ходит к своим соседям в момент их слабости. Мы вообще редко в гости приходим. Если только нас очень сильно не зазывать. Но это другая история. Наша. Им бы свою выучить. Глядишь, и жили бы в мире. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим. Реквизиты для поддержки в описании к видео. Реквизиты для поддержки в описании к видео.